Здравствуйте, друзья! Сегодня погода так себе, и хочу поговорить с вами о рюкзаках. Здесь вот небольшая часть рюкзаков, которыми я пользуюсь. И мало кто об этом говорит. Хотелось бы затронуть такую тему, как качество рюкзаков. Потому что рюкзаков великое множество, но далеко не все из них, к сожалению, обладают хорошим качеством. Выяснить сразу это практически невозможно, поскольку качество проявляется со временем. Используйте рюкзак, смотрите, как он себя ведет. А так, поначалу они все красивые, все вроде бы замечательные. Вот об этом всем давайте побеседуем. Поехали! Давайте сначала начну с рюкзака, которым я, в принципе, практически не пользуюсь. Вот такой рюкзак тактический. Фирма 5.11. Вот от него такая вот штучка. Нашел ее, чтобы не забыть, что это за рюкзак вообще у меня. В принципе, карманов тут разных много. Сейчас речь не об этом, а больше о качестве. Можно какие-то вещи положить, но сам объем рюкзака небольшой. И хуже всего он тяжелый. То есть он весит вот так вот на вскидку больше килограмма. А на мой взгляд, рюкзак в первую очередь должен быть легким. Ну и надежным, конечно. Надежность у этого рюкзака у меня, в принципе, сомнений не вызывает. Я его носил от силы раз 10. Вот. Все здорово. Молнии такие мощные. Все вот прошито хорошо. Тяжелый. Потому что кило с чем-то. И не положив еще туда ничего. На мой взгляд, это много. И этим рюкзаком я практически не пользуюсь. То есть я вот походил поначалу с ним. А потом я его бросил. И он у меня просто лежит без дела. Вот этот рюкзак, он побольше объема. То есть 5,11 он литров на 25. Ну так, на вскидку. 25, максимум 30. Этот, наверное, литров 40. Но это больше какой-то городской рюкзак, как мне супруга сказал. То есть она мне его в подарок купила. Я его буквально пару раз поносил. Он тоже тяжелый. Вот материал вроде так все на вид сделан неплохо. Там куча всяких отделений здесь. Хочешь сюда, хочешь туда, клади. Вроде и ткань. Неплохая, но она вот прям тяжелая. Тут отделение под обувь. Я, если потом найду, что это за рюкзак, в описании напишу. Не только про него, но и про все эти рюкзаки. Причем мне не нравятся лямки. Они тонкие совсем. Ну, рюкзак для города. Так, особо про него даже сказать нечего. Тут какие-то вот для USB подсоединять. Ну, я в городе с рюкзаком, в принципе, не хожу. Вот. Она его брала с той точки зрения, что там в аэропорту, когда летишь вместо маленькой сумки, чемоданчика, брать рюкзак. Но получается вещь не универсальная, но именно для меня. Потому что, ну, если мы куда-то летим, то потом, скорее всего, я с рюкзаком пойду в горы. А с таким рюкзаком, который тяжелый сам по себе, без того, что там внутри ты еще что-то положил, это не вариант. Получается вещь неутилитарная. То есть, она чисто вот как перевести что-то, и меня это не очень устраивает. В общем, я его носил всего, я не знаю, раза 3-4. И тоже он лежит без дела этот рюкзак. Так, перетекаем к следующему рюкзаку. Вот такой вот рюкзак на 40 литров заявленный объем. Ну, действительно, он побольше, чем тот рюкзак 5.11. Ну, примерно, наверное, вот как тот рюкзак, который мне супруга подарила, но он гораздо легче. Вот этот легкий рюкзак. Мне он по весу прям вообще устраивает. Но у этого рюкзака другие проблемы. У него отваливаются вот эти вот собачки. То есть, вот она разрушается и отваливается. Сейчас покажу, как это выглядит. То есть, у меня на этот рюкзак был обзор. Ссылку я оставлю. Вот тоже собачка разлетелась. Внутри разлетелась еще собачка одна. И вот здесь в основном кармане было две. Их с двух сторон застегивалось. Осталась только одна. Да и сами молнии, честно говоря, они тоже здесь как-то вот прошиты. Так себе. Я как-то открывал. И у меня оторвалась молния вот в этом месте. Вот я тут прошивал вот белая нитка. Вот так вот изнутри выглядит. Вот от этого кармана, да, вот собачка отлетела. То есть, теперь просто он висит. По ткани сказать пока ничего не могу. Потому что из-за того, что вот такие вот косяки с собачками, с этими, а это со всеми, я так понимаю. То есть, я его как-то мы с кумом летали. Тоже брал его. Все вроде бы неплохо, но вот это, это вот оно лишает этот рюкзак вообще шансов каких-то. Потому что куда-то серьезно вот идти там, где у тебя отвалится собачка, и вот так не будет ничего закрываться, но это ненадежно совершенно. Поэтому этот рюкзак вот мне присылали. Это китайский рюкзак, надо сказать, не помню, откуда мне его присылали, откуда-то присылали. В общем, ссылка будет на него. Я его не рекомендую покупать именно вот по вот этим вот причинам поломок собачек. Потому что если бы не это, вот мне все нравится. Тут вот усиленные лямки. Вроде сделаны неплохо. Единственное, вот этот карман, он такой своеобразный, то есть он не застегивается, кроме как вот этим вот местом больше ничем. И сюда, когда вот по лесу идешь где-то, ну и в горах в частности, там хвоя, она вот сюда падает, потом выгребаешь отсюда, вытряхиваешь все. В общем, весь мусор вот сюда засыпается наверх. А так, не рекомендую, в общем, такой вот рюкзак. Рюкзаков меньше тут остается. И, соответственно, вот еще, пожалуй, про три рюкзака я расскажу. Вот этот рюкзак, я его носил, не помню, сколько лет, но про него есть тоже видео, поскольку мне его присылали. В принципе, мне он очень нравится, этот рюкзак, но он тоже не безупречен. И если вот выбирать именно рюкзак, я бы его вот на сейчас тоже не посоветовал. Хотя, в принципе, у него есть плюсы. Основной его плюс – это вот эта вот спинка, она жесткая. То есть вот тут вот мягко, а там жестко. Ее можно там вот под спину регулировать по-разному, как нравится. Вот это мне понравилось. То есть вот эти вещи, их можно снять. Которые ремешки вот эти вот. Если на том вот предыдущем рюкзаке нельзя было крепление несъемное, здесь они съемные. То есть это, я считаю, всегда плюс, поскольку если что-то сломается, можно всегда поменять. Ну вот, плюс он тут прорезинен еще. Но уже резинка, конечно, она уже никакая, поскольку много лет я с ним хожу. Но тем не менее. Вот эти карманы, они тоже резинки все уже вот, видно, не держат. Но тем не менее, все равно можно что-то закихнуть. Вот тут перчатки лежат, там труд. Тут у меня дождевик лежит в пакете. Ну и вот это, как изнутри выглядит это крепление. Вот, это жесткое. Прям класс. Чего не положишь сюда, хоть я аккуратно всегда складываю рюкзак, но тем не менее, чтобы не упиралось в спину, оно не будет отдавать. Ну, эти вещи, они практически на всех этих рюкзаках есть. Так, что-то у меня водичка. А, ну это мы ходили чашки. Кстати говоря, удобная вещь, вот такая вот цепочка. Вот, я поближе покажу, она с замочком. Если из рюкзака что-то вылезает, да, ну, поскольку все-таки на 25 литров, то есть топор какой-нибудь, или еще что-то там, пила длинная, не влезает, ну, мало ли что. В общем, остается вот какой-то объем. Веревочку вот я привязал, с одной стороны, и вот этой цепочкой очень удобно вот на этот замок вот так вот раз сюда зафиксировал. С этой стороны, либо с этой, уже вот это вот разъезжаться не будет молнии. Потому что, когда что-то лежит здесь, объемное, все равно молнии разъезжаются, и рюкзак раскрывается. А так он никуда не раскроется. Потому что вот такая вот система очень простая. Эти цепочки, они везде продаются, в принципе. Но очень эффективно. Так, тут у меня тоже что-то лежит. Пластыри. Огниво лежит. Не суть. В общем, нормально. Так, тут у меня нож. Бумажка. Ну, вот это вот косяк, да. Это вот прям откровенный косяк этого рюкзака. Он был с самого начала. То есть, вот этот карман, который здесь должен быть, вот во что он превратился. То есть, он разорвался прямо мгновенно. Это вот было буквально после недели носки этого рюкзака. От кармана вот ничего не осталось. Ну, я им не пользуюсь, в принципе. И он тут такой карман, ничего особенного в него не положишь, поскольку просто одинарный карман. И в том, он весь вот в таком состоянии унылым. Вот. Так что молнии здесь держатся пока. Ну, естественно, я имею в виду собачки, все вот на месте. Хотя тоже китайский рюкзак, но по сравнению с тем он гораздо, мне кажется, лучше. Что еще здесь внутри было покрытие, вот здесь вот я даже не знаю, где-нибудь оно может осталось. Какое-то оно было. А, вот оно. вот смотрите, покрытие было. Я думаю, видно вот эти куски оставшиеся. Все было вот им покрыто, оно все развалилось. То есть, покрытие это совершенно ненадежное. И потом смотришь там на дне рюкзака в большом вот этом отделении, какой-то мусор высыпаешь это все, а вот это вот покрытие, оно разваливается. Вот. Рюкзак это промокает. Ну, чтобы не промокал, надо пропитывать специальные там спреи есть. Лямка вот эта вот отрывалась у меня не так давно, я ее пришил. Вот, видно. С этой стороны я ее зашивал. А так, в принципе, ну вот, из китайских рюкзаков, которые мне вот присылали, их всего два было, вот, 40 рюкзаков, вот этот рюкзак, гораздо лучше. Но, опять же, рекомендовать я бы его вот прям не стал именно к покупке. И сейчас можно переходить уже к рюкзаку, который я бы прям вот рекомендовал обеими руками. Это, да, в этом рюкзаке, кстати, вот об этом китайском тоже видео есть, я ссылку оставлю. Это вот фирма Polar делает. Вроде как наша российская фирма. Такой вот рюкзачок простенький. Это мой рюкзак, это у меня, наверное, самый из этих всех рюкзаков, самый старенький. Ему больше 10 лет. Вот этому рюкзаку. И я его носил везде. Везде его таскал. И хочу обратить внимание, что вот эти вот резинки, они, уже никак. Вот изначально они тоже уже растянулись, но они еще чуть-чуть тянутся хотя бы. То есть, вот для сравнения, как здесь выглядит эта резинка и как она выглядит здесь. То есть, здесь она просто форму потеряла и напрочь просто. Хотя, ну, этому рюкзаку в два раза точно меньше лет, чем вот Polar. Вот. Это сейчас у меня дочка его носит, потому что у меня побольше рюкзак я люблю, а этот он такой, небольшой, наверное, литров 20 или 15. Черт его знает. Ну, в общем, все здорово. Так. Тут ничего не оторвалось, все крепко, все вот эти лямки, все нормально. Единственное, что у этого рюкзака от старости уже, поскольку эту молнию я ее расстегивал тысячу раз, я думаю, больше даже, то начала сама молния вот эта вот отваливаться. Сейчас поближе покажу. Вот смотрите. Вот это вот. Просто веревка вот эта, она перетерлась уже от того, что столько раз, ну, 10 лет непрерывного ношения. Я подшил ее. Прям вот взял нитку капроновую, и каждый вот этот вот стежок он проходит вот через все вот эти вот петельки. Я ее пришил. Потому что я сначала хотел выбросить, думаю, ну, нафиг куплю новый, а новый такой именно я не нашел. А выкидывать жалко, потому что вещь действительно хорошая. Вот. И я его зашил, вот эту молнию. И дочь ходит. И вот посмотрите опять же так салфетки. лежат. Вот карман. По сравнению с тем карманом, который там, и этот карман. Он вот как новый прям. То есть все здесь отлично. Ничего не оторвалось. Зеркальце. Нужная вещь, кстати, если какая-нибудь в глаз соринка попадет или что-нибудь там ресница, попробуй вот достань. А зеркальце вот это вот тема хорошая. открыл, посмотрел, где там чего и извлек. И можно пользоваться глазами дальше. В общем, разница прям вот очевидна у этих рюкзаков. Вот все работает молния. так здесь. Ну и здесь основной карман. Вот он такой. Небольшой рюкзак, но в принципе вместитель. Опять же, все эти рюкзаки это не какие-то рюкзаки, которые там на месяц куда-то ты идешь. Это ненадолго. Не очень далеко и не очень ненадолго. Вот тут овсянка была. Это дочкин нож. Скаут мора. Да, внешний тоже еще нож. Еще вот обозначение предыдущих мор у них поменялся немножко этот знак торговый и еще без кончика. вот я и покупал давным-давно. Детский так сказать нож. Но классный нож. Я им помню мне нужно было отрубить от сосны часть смолистой. Я прям вот такие вот сучьи перерубал. Колол. выдержал нож. Разве что вот эта гарда чуть-чуть вот она гремит. Но нож это тонкая вот такая ручка с одним монтажом. Все работает до сих пор. Так что. И нержавейка на клинке тоже очень удобно. Ухода не требует. Так ладно к рюкзаку возвращаемся. Рюкзак прям супер. Пожалуй вот из всех рюкзаков ну если не брать во внимание опять же размер фирмы там всякие. А именно вот цену взять потому что это не такой дорогой был рюкзак ну относительно да то есть конечно дороже чем китайский барахло но но качественный здесь мягкая вот эта спинка то есть нет жесткой вставки но как-то вот для этого рюкзака мне она прям не нужна была то есть эргономичные лямки прям отличный рюкзак верой и правдой он мне послужил и служит еще дальше сейчас дочке а я себе купил не так давно где-то год такой вот рюкзак тоже полара взял потому что исходя из своего опыта общения с разными рюкзаками я решил что смысла нет покупать что-то непонятное надо брать то что нравится он побольше этого рюкзака вот такой примерно наверное вот как вот этот рюкзак китайский может быть чуть-чуть побольше 25-30 литров тоже такой очень удобно вот это все тут прошито опять же все как-то надежно сделано и еще даже здесь есть вот пояс вот у этого рюкзака пояса такого нет вернее он есть но как-то он да кстати о поясе посмотрите во что он превратился вот я поясами просто вот этими на рюкзаках даже в 40 литров я наверное не пользовался потому что это мне кажется грузовые вот эти пояса они более на какие-то такие рюкзаки в общем вместительные более где действительно что-то тяжелое и тогда вот он да а здесь в принципе мне хватает лямок ну и вот эти можно вот сверху застегнуть если плямки не расходились вот здесь три отделения собственно говоря как вот и в этом маленьком рюкзачке так вкратце можно конечно показать в общем здесь вот карман здесь карман и посередине еще можно положить первое отделение следующее отделение тут ну типа как вот в том зеленом тоже такой кармашек спички ну и здесь все примерно то же самое основное отделение в общем рюкзаком этим пользуюсь я все около года поэтому именно по использованию длительному пока ничего не могу сказать но очень надеюсь что он будет служить точно так же как вот этот рюкзак которому больше 10 лет поскольку фирма та же и определенное доверие к этой фирме у меня есть маленький вывод в конце видео все что я хотел я сказал тут именно речь в этом видео как я изначально сказал по качеству материалов используемых и по удобству в общем рюкзаки полар не сочтите за рекламу пусть будет реклама мне все равно то есть я эти рюкзаки скупил сам вот но очень хочется чтобы вы кто выбираете себе там первый рюкзак неважно второй третий знали что есть действительно качественные вещи хорошие а все остальные рюкзаки которыми я пользовался пользоваться можно некоторыми но по длительности использования это меньше гораздо чем вот эти вот эта фирма опять же поношу вот этот рюкзак еще посмотрю как будет он носиться может быть еще через 10 лет дополню сниму вот а так вы все поняли вот пользуйтесь хорошими рюкзаками обязательно пишите комментарии к видео какими рюкзаками вы пользуетесь может быть порекомендуете мне какие-то фирмы к рассмотрению опять же для тех кто выбирает себе рюкзак информация будет полезна но пишите как раз для каких целей вы используете чтобы люди понимали потому что вот эти рюкзаки вы сами понимаете что это рюкзаки не для каких-то походов и они не герметичные то есть если вода попала то будет все мокрое а бывают туристические рюкзаки там Татонг и так далее где герметично можно все увязать завязать там в гермомешки и так далее вот так что жду ваш комментарий под видео мне лично интересно кто чем пользуется и для чего ну и соответственно как с качеством у производителей надеюсь видео было интересным информация была полезной увидимся на канале всем удачи до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...